А здесь мормышка, обыкновенная, такая бусинка с крючком. Обычно на нее рыбачат, вот так подыгрывают. Сегодняшний улов – сорожка, ерша и окунь. Из-за резких перепадов температуры клюет плохо, рассказывает рыбак с 40-летним стажем Иван Елизаркин. Сидеть у проруби приходится по несколько часов. Не замерзнуть зимой помогает спецодежда, в которой тепло даже при минус 40. Есть такая поговорка – время, проведенное на рыбалке, на охоте, в зачет жизни не идет. Значит, получается, что мы дольше живем. Злейшие враги – любители удочек, восточный ветер и высокое атмосферное давление. В таких условиях шансов заманить рыбку в свои сети практически нет. Чтобы прийти домой с добычей, нужно хорошо разбираться в снастях и внимательно следить за погодой. Но для многих улов вовсе не важен. Мне рыба как таковой не надо. Вот так, просто ради удовольствия и все. Это лучше, чем, опять же, присидеть дома. Здесь свежий воздух, во-первых, общение какое-то. И, ну, не знаю, свой какой-то кайф есть. Закупают снасти, там, прикорм, там, и прочее, прочее. То есть сама подготовка, она как будто для рыбака – это больше, чем рыбалка даже. То есть сейчас все настолько вооруженные, то есть власти всякие. 16-летняя Виктория докажет обратное любому, кто скажет, что рыбалка – дело не женское. Самый крупный ее улов – почти 2 килограмма. Затягивает. Просто вот когда берешь удочку, и ты чувствуешь каждое движение своего, своей мормышки, и как рыба сажается, как она это клюет, это чувствовать интересно очень. Сейчас у меня в руках эхолот. Он помогает узнать, есть ли в этой лунке рыба. Вот сейчас я вижу, что вся крупная плывет по дну, а мелкая – на поверхности. Ну что ж, попробуем попытать удачу. Чтобы удача была на стороне рыбака, нельзя забывать про осторожность. Чаще всего любители посидеть с удочкой получают обморожение и проваливаются под лед. За последние два года во время зимней рыбалки в регионе пострадали более 10 человек. Семеро погибли. Чтобы любимое увлечение не обернулось трагедией, рыбакам советуют всегда иметь при себе длинную веревку. Она, в случае чего, поможет спасти товарища. И помнить о том, что безопасная толщина льда не менее 15 сантиметров. На малых водоемах, на озерах, лед, конечно, будет толще, чем на реке, на Волге, например, где течение большое, и лед постоянно подмывает снизу. Передвигаться по льду предельной осторожностью, обходить все подозрительные места. Если идти группами, то соблюдать дистанцию 5-6 метров. Ну и не собираться большими группами в одном месте. Опытные рыбаки правила знают. И на лед выходят только будучи уверенными в своей безопасности. Пойманную рыбу готовить предпочитают сами. Говорят, по вкусу она в сотни раз превосходит ту, что в магазине. Алина Чемерис, Максим Гусев, События.